Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы находимся с вами в нашем розничном магазине, который находится на ВДНХ, на 1-й Останкинской, 26. И сегодня в этом магазине будет у нас проходить лекция, которая посвящена декабрьским посевам декоративных культур, а в частности цветов. Я приглашаю вас на эту лекцию, где мы с вами всё обсудим. Сегодня у нас лекция, которая посвящена декабрьскому посеву цветов различных декоративных культур. То есть не обязательно это какие-то цветочные именно культуры, которые у нас именно цветут. Это, может быть, и декоративно-лиственные культуры. Напоминаю, что меня зовут Анастасия Игнатова. Я агроном компании «Партнёр». И вот конкретно я занимаюсь именно в большей степени цветочными культурами. Поэтому, наверное, мне интереснее и удобнее именно об этих культурах и рассказывать. Вообще в декабре действительно начинают посев культур цветочных небольшого количества, но обусловлено это следующим моментом. Есть культуры, которые очень длительно имеют период роста, то есть развития. То есть до момента цветения этим культурам необходимо длительный период находиться именно в рассадном таком периоде. Есть культуры, которые просто очень долго всходят. То есть период всходов у них иногда длится около месяца. И чтобы нам подстраховаться, назовём это так, мы как бы рекомендуем сажать эти культуры пораньше. Ну и есть такие культуры, которые можно посадить и, естественно, в феврале, и в марте, и даже ещё в апреле можно сажать. И они прекрасно у вас взойдут, будут расти, чувствуют себя прекрасно. Естественно, и цвести будут у вас летом. Но такие культуры, которые можно черенковать и, соответственно, сделать большее количество растений. То есть это культуры, которые мы, скажем так, экономим свои средства, посадив одно растение. И в результате, к моменту высадки в открытый грунт, мы получаем уже как минимум пять растений. Естественно, это большой-большой плюс. Поэтому вот сегодня мы будем с вами сажать такие культуры, как эустомы, естественно. Мы, конечно, на эустомах остановимся не так подробно, потому что всё-таки у нас есть уже и материал в виде статьи, и есть несколько видео на наших каналах и на ютюбе, и в социальных сетях. И, конечно, там всё очень подробно тоже рассказано и показано, поэтому останавливаться на этом так подробно я не буду. Также мы сегодня будем сеять примулу, ранний весенний цветочек. Будем с вами сажать сегодня дихондру, которая долго очень растёт. Будем сажать бегонию. И будем сажать сегодня пеларгонию и колиус. Вот как раз пеларгония и колиус – это те два растения, которые можно сажать вообще круглогодично. И расти они могут у вас круглогодично именно в домашних условиях. Но можно посадить их и в открытый грунт, и с учётом того, что эти два растения великолепно просто черенкуются, соответственно, посадив те же самые пять семечек, вы получаете изначально пять растений, которые затем просто-напросто черенкуете и уже к сезону получаете готовыми, ну, как минимум, 20 растений. Это вот прям уже по опыту могу сказать, запросто можно сделать. Давайте начнём тогда именно с эустомы. Значит, в декабре мы начинаем посев эустомы. Я рекомендую делать именно высокорослые эустомы срезочные. Потому что, в отличие от низкорослой, всё-таки высокорослая требует большего времени роста. Для того, чтобы зацвести, ей требуется иногда 22-26 недель в рассадном периоде находиться. И вот поэтому именно с этой высокорослой культуры мы и начинаем. Ну, для начала я хочу представить вам две новиночки, которые только вчера у нас пришли. Это у нас Мадам Бенуа, потрясающая розовая пикоти. И очередная новинка серии принцессы – это Эльза. Нежные такие лавандового цвета цветки у неё. Большое количество бутонов одновременно, до 20 штук у нас формируется. И плюс ещё около 20 может быть раскрытых именно цветков. Соответственно, всё это вот такое великолепие, которое действительно будет украшением являться сада. Если вы эти растения посадите в кашпу, то легко можете потом заносить это в дом, и у вас будет продолжаться цветение ещё очень долгое время. Сохранить эустому в домашних условиях, в принципе, несложно. Самое главное – это влажный воздух. Лёгкая такая прохлада, то есть, ну, наверное, это удобно и для человека. Тоже такую температурную создать ауру вокруг себя. То есть, должно быть где-то 18-24 градуса – это вот прям максимум. И ещё и влажность. Вот специально проверяла влажность в квартире или в доме, у меня мама проверяла. Влажность воздуха у нас всего где-то 29-35 градусов. Это просто катастрофа. Это катастрофа не только для вас, это, конечно же, и на растениях сказывается. Поэтому, кроме того, что опрыскивать нужно растения, оптимальный вариант – это, конечно же, какие-то увлажнители ставить. Это и вам будет хорошо, это будет растениям хорошо. Сами заметьте, как листочки у вас будут действительно такими сочными, зелёными, насыщенными. И не будет выглядеть растение угнетённым. Сколько бы мы не кормили, какие бы мы лампы не использовали, но если сухой воздух – всё, это беда для растений. Вот представила вам две новиночки. И давайте, наверное, мы будем сейчас как раз сажать. Теперь, значит, что, на чём ещё хотелось бы остановиться очень подробно. На грунте, который мы будем использовать. В видео я показывала, что существует два способа посева цветов. Это первый способ, это можно сажать именно в грунт, в лоточки какие-то. И второй способ – это посев в такие вот таблетки «Джифи». «Джифи» – это конкретно фирма, это не просто, знаете, как любые таблетки, к которым вы приходите и говорите, мне нужны «Джифи», и вам что-то продают. На самом деле таблетки существуют нескольких видов. Есть именно трофенные таблетки компании «Джифа», которые, на мой взгляд, уже проверены, наверное, более 10 лет. Вот, я сажаю цветы именно в эти таблетки. И я могу вот от себя лично гарантировать, что эти таблетки самые лучшие, самые качественные. Качественный не только торф, который там содержится, чистейший, но ещё и вот эта вот оболочка, она очень важную роль играет. Потому что есть таблетки, которые, когда вы заливаете, наверное, видели, что начинает всё сразу вымываться. Вся вода у вас вот в этом торфе. Дело в том, что у таблеточек должно быть обязательно закрытое дно. Вот как раз вот эта фиксация дна, она и будет говорить о том, что у вас таблетка никуда не расползётся. Плюс вот эта оболочка, она должна быть из тонкого нетканого материала. Потому что если материал будет какой-то бумажный или какая-то вот грубая такая материя, быстро очень пересыхает, очень быстро проникают какие-то бактерии, вирусы. Таблетки начинают зеленеть, синеть и так далее. Вот с этими таблетками такое не происходит. Вот поэтому, если вы решите сажать в таблетки, то вот я рекомендую вам от себя лично именно использовать таблеточки GIFI. Какой диаметр, здесь уже смотрите сами. Во-первых, диаметр есть очень мелкий, и он, конечно же, подходит для мелких семян. Если семена более крупные, как у той же самой пеларгонии, конечно, надо выбирать уже таблеточку покрупнее диаметром. Опять же, вы можете и в более крупную таблетку посадить одно семечко, то же самое и у стомки. Она в этой таблетке просто будет дольше у вас развиваться, дольше у вас больше есть времени для того, чтобы не заниматься пикировкой. То есть это, скажем так, для вас большой плюс. Ну а если вы используете всё-таки способ именно посадка на грунте или в грунте, то тогда используйте, пожалуйста, чистый торф просто с добавлением перлита или вермикулита, не более 10%. Никаких добавок в виде биогумуса, никаких удобрений не надо, пожалуйста, использовать. Смотрите, чтобы торф был очень лёгким. Есть прекрасные грунты универсальные. Ну, например, возьмём, у нас в магазине есть грунт «Земля-матушка». Потрясающий грунт, но он прекрасно подойдёт для пикировки, для перевалки, но не для посева. Он слишком насыщенный. Если вы видите грунт, который вот вы берёте, а вот вы даже через пакет ощущаете, что он такой, знаете, вот даже через пакет жирненький, плотненький, отказываетесь, или возьмите его на потом. Сейчас нужно брать именно лёгкий грунт, потому что в семечке заложена вот эта сила, ей необходимо просто помочь раскрыться этому семени. А раскрыться можно только в лёгком, нейтральном торфе. Положила специально почву-брикет, сажали тоже очень много рассады именно в почву-брикете. Почему нравится? Потому что действительно чистый, нейтральный, лёгкий, без лишних добавок. Единственное, что здесь есть, здесь есть небольшое количество, ну, скажем так, микроудобрения. Там вот на самом деле его вот настолько мало, но его достаточно для того, чтобы семечка когда прорастает, вот этот росточек, чтобы он получал лёгкое питание. Вот этого вполне достаточно. Если берёте какой-то другой торф, то тогда старайтесь лучше брать без всяких удобрений. Потому что не всегда производитель кладёт удобрения в том процентном соотношении, которое необходимо растению. Ну и теперь мы приступаем к самому посеву. Значит, во-первых, в любом случае, либо таблетку вы будете использовать, либо будете использовать почву-брикет или какой-то другой торф, обязательно нужно обеззараживание. В любом случае, даже если это хороший грунт или хорошие качественные таблетки, обязательно мы обеззараживаем. В случае с таблетками первый этап обеззараживания – это когда мы заливаем таблеточку горячей водой. Вот как раз это и происходит первый этап обеззараживания. Таблеточки очень довольно-таки быстро у нас здесь набухают. Пока они набухают, мы с вами открываем семена. Что хочу сказать о семенах. Семена при покупке, после, точнее, покупки, старайтесь хранить в холодильнике. Потому что в любом случае, даже если вы посадите из пачки, предположим, из 10 семечек только 3, все остальное вы будете хранить в холодильнике. Потому что именно в холодильнике будет сохраняться стабильная температура и стабильная влажность. То, что необходимо. Это касается не только семян цветов, это касается любых абсолютно семян, овощных, в том числе культур. Особенно, конечно, это касается семян пряных культур. Потому что у пряных культур, у них очень часто снижается схожесть от времени. И вот они наиболее чувствительны вот к этим перепадам температур. Чтобы этого не происходило, все семена всегда храним в холодильниках. Наверняка видели, у нас здесь около прилавочка стоит холодильник, где мы храним наиболее чувствительные семена, которые очень сильно реагируют. Это у нас дельфиниумы. Вот им прям обязательно нужно. Остальные семена у нас здесь представлены, скажем так, в районе 10-15 пачек. Все остальное точно так же на складе в холодильниках у нас лежит. То есть у нас большие такие камеры, где лежат вот эти семена. Естественно, здесь поток покупателей большой. Конечно, проходит большое количество людей. И продаются семена очень быстро. Поэтому мы не переживаем, что у нас что-то долго висит. И, соответственно, вы получаете уже такой вот некачественный товар. Поэтому вот при покупке сразу в холодильник убираем. И достаем мы семена буквально за сутки перед посадкой. Нужно это для того, чтобы вот этот перепад температур, чтобы семечко привыкло, скажем так, чтобы не возникло никакого конденсата. Чтобы у нас не разрушилась раньше времени оболочка. Так как семена у той же самой устомы очень мелкие, соответственно, просто-напросто при разрушении оболочки у вас происходит, что просто вы теряете семечку. А потом, когда высыпаете на ладошку и видите просто пыль, то, соответственно, вы начинаете теряться и говорить, что должно быть 5, а там всего 3. На самом деле их там 5. Но просто вот неправильное хранение или неправильно вытащили, не вовремя, и, соответственно, вот оно нарушение произошло. Семена эустомы сеются у нас поверхностно. Так как это культура светочувствительная, то, соответственно, посев мы осуществляем именно поверхностно. Таблетки, когда вы их залили, они у вас чуть-чуть остывают, чтобы можно было руками, и излишек влаги убирайте. Я наливала не очень много воды, поэтому вот я даже так вижу, что излишка влаги у меня нет. Но при этом, посмотрите, пожалуйста, вот оно донышко, никуда у меня торф не делся. Весь торф, вот если посмотреть, если посмотреть, то у меня здесь излишка торфа никакого не получилось. Как раз то, что нам было нужно. Ставим просто аккуратненько. Что нужно сделать, это вот аккуратно пальчиком просто прижать вот так торф для того, чтобы, когда вы будете раскладывать, чтобы у вас, ну, знаете как, соприкосновение более плотное было с грунтом. Вот чисто для этого мы либо отжимаем таблетки, если видите, излишек влаги, либо просто-напросто вот так прижимаем пальчиком. Потому что вот в таких таблеточках здесь есть небольшое углубление, и вот если положить туда таблетку, семечку, она может просто-напросто провалиться туда. Вот чтобы этого не произошло, аккуратненько просто прижали, сгладили все. И теперь мы раскладываем поверхностно, раскладываем семена. Значит, смотрите, что нужно сделать обязательно. Обязательно нужно, вот чтобы эта оболочка, в которой находится семечко, ее нужно разрушить. У нас влажный торф, поэтому абсолютно будет легко взять просто зубочистку и слегка, чуть-чуть, просто прижать к торфу вот эту таблеточку. На влажном как раз торфе вот эта оболочка, она у вас сама по себе будет таять. Если вдруг случается такое, что вы приобретаете, возьмем просто абстрактные какие-то семена, да, и раскладывая, я говорю, что абстрактные, абстрактные фирмы, то есть любой другой, да, мы просто как бы гарантируем качество и схожие своих семян, потому что мы постоянно делаем поставки, у нас свежие семена. Поэтому вот этой проблемы не возникает. Но вдруг вот вы где-то увидели какой-то цвет, которого у нас нету, да, и он вот настолько вам полюбился. Или, предположим, там с прошлых запасов остались семена. И вы, когда начинаете прижимать гранулку, она не разваливается никуда. Вот тогда мы просто-напросто берем и аккуратненько пипеткой рядом, не на саму гранулу, а рядом просто еще дополнительно увлажняем и еще раз разрушаем. То есть наша задача обязательно разрушить эту оболочку. Потому что из-за того, что семена всходят на свету, нужно обязательно, чтобы семечка у нас сразу попала под свет. Семена эустомы всходят при температуре плюс 22-24 градуса. Если досветка будет круглосуточная, то семена взойдут в течение 5, максимум 7 дней. Если же так получается, что нет возможности у вас круглосуточно досвечивать, хотя бы досветка должна быть 14-16 часов, тогда немного увеличивается срок схожести. Может, могут зайти в семена в течение 14-15 дней ориентировочно. А вот если досветки не будет, то вообще по ГОСТам семена эустомы могут сходить до месяца. Поэтому то же самое касается и свежести семян. Если вы посадили 5 семечек, и у вас взошли только 2-3, не отчаиваемся, ждем. Потому что энергия всхожести у семечки, она так же, как у детишек, иммунитет в детском садике. Один заболел, второй заболел, а третий нет, продержался все время. То же самое у семечек. Вот энергия всхожести у семян разная. Соответственно, некоторые взойдут быстрее, некоторым нужно чуть-чуть побольше времени. Это не говорит о качестве семян. Абсолютно. Это такая особенность у данных культур. Закрываем крышечкой. Я буду досаживать, поэтому потом закрою крышку. Чем еще удобны вот такие наборы. То есть, конечно, можно взять по отдельности эти таблетки. Чем мне нравятся эти наборы. Когда закрываем, вот здесь остается небольшое пространство. И, соответственно, наши таблеточки, они дышат. То есть, есть парник, но нету вот этого именно парникового эффекта, когда у нас возникает здесь конденсат. В любом случае, проветривать нужно. Но если вы закроете просто пленкой или стеклом, проветривание необходимо делать ежедневно 2-3 раза. Если вы закрываете вот такими специальными парничками, приобретаете их, не обязательно эти, а есть и другие парнички. Я имею в виду, что просто готовые именно парнички для рассады. У них предусмотрена вот эта вот система проветривания. Соответственно, вы просто ежедневно один раз открываете, только для того, чтобы дополнительно сбрызнуть свои посевы. Все. У вас растение абсолютно нормально дышит. По эустомке, я думаю, что мы с вами все разобрали. Больше никаких моментов таких вот подводных камней у этой культуры нет. 22-24 градуса, посев поверхностный и обязательно под лампы. Так, следующая культура, это у нас будет, давайте возьмем, дихондрум. В нашем ассортименте пока дихондры нету. Мы все надеемся и верим. Но растение очень популярное и действительно очень красивое. Наверняка знаете, что дихондру сажают именно в кашпо, в подвесные, в открытом грунте эту культуру. Ну, как бы не рекомендуется выращивать, потому что это действительно такое ампельное растение, красивое очень. И ее можно выращивать как отдельно в кашпо, так и в сочетании с другими цветами. Наверное, самым классическим сочетанием это все-таки у нас является сочетание эустомы, дихондры и петунии или калибрахуа. То есть вот эти два растения с дихондрой сочетаются просто потрясающе. Хотя, с другой стороны, если у вас есть возможность, например, поставить высокое кашпо, посадить красивый колиус какой-то и внизу посадить дихондру, будет смотреться тоже потрясающе. Дихондра бывает двух цветов, насыщенного зеленого цвета и серебристого. Опять же, больше популярностью именно серебристая пользуется. И это растение, которое, несмотря на то, что является однолетней культурой, именно в условиях выращивания открытого грунта, вообще дихондра это многолетник. Запросто вы можете сохранить его в зимний период в условиях квартиры. Можно выращивать и на лоджии, и на балконе застекленном. Главное, чтобы не промораживалось. Периодически поливаем. Стрижку делаем обязательно после сезона, для того, чтобы и убрать различных вредителей, которые наверняка как-нибудь прицепятся к этому растению. Ну и чтобы, скажем так, есть же за сезон и подсохнувшие какие-то у нас побеги. И вот чтобы всю эту некрасоту убрать, мы все как раз срезаем, и потом частично поливаем, не очень часто, не заливая, период покоя, и все, она у вас весной прямо зазеленеет, засеребрится ваш кашпо, и будет еще только гуще. Плюс, ко всему прочему, за лето дихон разбрасывает самостоятельно семена. Я увидела в этом году, как она цветет. Слушайте, это потрясающее что-то. Это вообще незаметно, это надо вот так вот раздирать все, разглядывать, и там маленькие-маленькие желтенькие цветочки, которые потом образуются семена, но семена при определенных погодных условиях только образуются. Вот, наверное, поэтому такая проблема с семенами как раз вот этой культуры, потому что очень сложно их получить. И в кашпо у вас потом сами по себе они самосевом взойдут, и вы потом весной, когда это все начнет у вас прекрасно все колоситься, вы можете даже рассадить и получить новые растения дополнительно, чтобы у вас просто излишки каких-то растений не было. Значит, у дихондры семена тоже идут дрожжированные, но вот как раз эти семена нужно заглублять где-то на 0,5 см. Нет, знаете, как, наверное, не на 0,5, чуть-чуть поменьше все-таки давайте, где-то 0,2-0,3 максимум сантиметра, вот так. Потому что выращивается с одной стороны как бы на свету, но в то же время, чтобы чуть-чуть было заглубление. То есть получается, что мы должны вот такую маленькую ложбиночку сделать, туда положить семечку, а сверху либо ничем не присыпать, либо максимум присыпать вермикулитом. Причем вермикулит тоже есть двух видов. Есть вермикулит крупный, а есть мелкий. Вот в данном случае присыпать, когда если где-то вдруг читаете, что присыпать песком или вермикулитом, обязательно приобретайте именно мелкий вермикулит. Крупный у вас неудобно, это просто очень будет. Точно так же раскладываю семена. И вот так как они тоже идут в оболочке, соответственно, я могу их разложить поверхностно, а потом той же самой зубочисткой их просто-напросто, вот чуть-чуть туда вовнутрь заглубить. Вот на те самые где-то 0,2-0,3 сантиметра. Как раз при заглублении точно так же разрушаем оболочку. Обязательно. Что касается температурного режима. Дихондра выращивается при том же самом температурном режиме, что и эустома. То есть где-то 22-24 градуса. Точно так же ежедневно мы опрыскиваем, и точно так же ежедневно проветриваем. Всходит у нас дихондра. Ну, в течение 2-3 недель всходы появляются. Имейте в виду, что любые культуры, цветочные, овощные, которые бы не были, если для всхожести вам необходимо 22-24 градуса, то для дальнейшего роста нужно чуть-чуть понижать температуру. То есть температура, как только взошла дихондра, температуру можно понижать до 20-22 градусов, а ночную оптимальный вариант снижать до 18. Поверьте мне, даже вам при 18 спать будет комфортнее. Поэтому жертвы, вот скажем так, открывая окошко, только единственное, не ставьте сразу это на подоконник, да, вот я сейчас открою окно проветривания, и там у меня будет как раз 18. Нет, у вас в комнате должно быть 18. На окне будет намного холоднее. Поэтому, чтобы не было сквозняка, и чтобы не было никакого переохлаждения, и, соответственно, ваше растение просто-напросто погибнет, то у вас не на подоконнике должно стоять. Либо каким-то образом тогда делайте так, чтобы сквозняка на растение не попадала. 18 должно быть рядом с растением. Так, с дихондрой мы тоже закончили. Следующее сложное растение – это бегония. Пока тоже в нашем ассортименте бегонии нет, но бегоний большое количество вообще существует. Это и, наверное, самые популярные – это вечноцветущие элантры, которые действительно очень красивы. Небольшие листики, компактное растение, очень жаростойкое растение, и в то же время к перепадам температур достаточно лояльно относятся, и ветра выносят. То есть вот для московского региона прекрасно подходит, очень красиво смотрится, но и на юге нашей страны тоже, конечно, растет она великолепно. Проблема у бегонии в том, что это растение, являясь многолетником, в открытом грунте выращивается как однолетник, но это не самая важная ее проблема. Проблема в том, что всходит она в течение двух недель, но при этом, опять же, может сходить до месяца. И это абсолютная норма. Поэтому если при посадке вы увидели, что в течение двух недель у вас появился всего один росточек из десяти, мы не отчаиваемся и продолжаем дальше ждать всходов. Бегония, так же как и эустома как раз, она тоже выращивается поверхностным посевом и выращивается на свету. То есть вот видите, у нас получается как раз в один лоток мы можем посадить несколько растений и поставить их в одинаковые условия. И не нужно там носиться с этими лотками. То есть вот точно так же поверхностно раскладываем семена, точно так же при температуре 22-25 градусов ориентировочно у вас будут появляться всходы. Точно так же эти семена очень мелкие, и они находятся в гранулах, которые мы раскладываем и обязательно нарушаем оболочку. Здесь вы даже не представляете, насколько мелкие. То есть по сравнению с эустомой, это просто что-то нереальное. Такая мелочь. Так, вот с этим лоточком я закончила. Всю оболочку я аккуратненько нарушила. И теперь, чтобы этот лоток закрыть, прежде чем мы его закрываем, мы обязательно должны дополнительно еще обеззаразить наши таблетки, наше посево. С помощью опрыскивателя. И просто поверхностно мы опрыскиваем. Второй вариант, это точно так же из пипеточки. Но, на мой взгляд, из опрыскивателя удобнее, потому что тогда у вас не только поверхность таблетки будет обеззараживать, но и вся таблеточка тоже сразу обеззараживается. На мой взгляд, использовать лучше всего биологические фунгициды. Здесь выбор абсолютно, какой вы хотите, на том и останавливайтесь. Я принесла специально самые распространенные фитоспорин. Это средство известно всем давно и очень удобное. Тоже очень популярный оздоровитель почвы можно. И еще один препарат, который мы буквально вот на днях закончили испытание. Можем рекомендовать триходерма против именно вот этот. Потому что есть большое количество препаратов, которые на основе триходермы. Все эти препараты, они содержат один штамм триходермы. Здесь содержатся два, которые вступают в симбиоз и усиливают действие друг друга. И, соответственно, большее количество болезней у нас как раз можно избежать, именно используя такой препарат. Это не реклама никакая. Я не настаиваю конкретно на нем. То есть, опять же, любой абсолютно биологический препарат. Если вы будете готовить почву заранее, на упаковках, кстати, часто прописывают, что при подготовке почвы перед посевом за 5-6 дней можно провести обеззараживание. Это прекрасно, все замечательно. Но после посева тоже можно дополнительно еще обработать. Если, предположим, вы приобрели таблеточки или, например, спонтанную, и у вас вдруг душа потребовала именно сегодня сделать посев каких-то цветов или растений, и вас некогда вам ждать этих 5-6 дней, не переживаем. Просто-напросто пролили горячей водичкой, чтобы чуть-чуть постояла и остыла земля, после этого обеззараживаем. Эффект будет такой же. Поэтому вот аккуратно. Все. И вот теперь можно смело закрывать и убирать под лампу. И переходим к следующим таблеточкам, которые тоже нужно залить. Следующее растение, с которым мы будем работать, это у нас будет, наверное, с пеларгонией. Пеларгония когда-то была, наверное, одним из самых популярных растений. Но пришло время, когда стали почему-то его именовать как бабушкин цветок. Наверное, потому что это растение действительно стояло на всех подоконниках. И поэтому вот ассоциация именно такая была. Как проходишь мимо, особенно первых этажей, все эти стоят вот эти такие вот галенастые, уже не такие красивые, конечно же. Но никак нельзя это выбросить. Это очень жалко. Это как память дорого нам всем. Вот. И, наверное, именно по этой причине, что вот по сравнению с теми цветами, которые стали появляться в магазинах в виде семян или готовых уже растений, более компактных, более аккуратных, как-то вот к пеларгонии сразу у нас интерес пропало. Ведь на самом деле сейчас огромное количество есть сортов, которые выводятся именно компактные. Есть уже, наверное, такая популярная очень серия нано, которая отличается просто, мне кажется, мега компактностью. Размножить это растение практически невозможно. По одной простой причине. Что оно вот настолько компактное, что вот эти вот череночки, ну, они просто вот невидимы. Но зато необыкновенное количество цветов. в течение всего сезона. Не поражается болезнями-вредителями. То есть устойчивые очень сорта сейчас. И очень компактные, очень красивые. И необыкновенно действительно большие вот эти вот цветоносы с большим количеством цветов. Поэтому сейчас становится тоже она популярной. И я бы рекомендовала обращать на нее внимание, потому что действительно очень красивый цветок, который может и в открытом грунте прекрасно расти, может и в кашпой, и в домашних условиях прекрасно растет. Без всяких проблем. И выращивается, главное, он тоже без проблем. Значит, какая сложность может возникнуть с пеларгонией? Дело в том, что семена у пеларгонии, они в плотной оболочке. То есть сами по себе такие довольно-таки жесткие. А с учетом того, что все вот эти компании, которые производят как раз вот эти новые семена, они для того, чтобы сохранить лучшую всхожесть, они еще дополнительно обрабатывают семена, дополнительно их высушивают, чтобы срок годности и всхожести продлить. Соответственно, семечка может всходить дольше, чем мы привыкли. То есть вообще, скажем так, вот по своему опыту, я могу сказать, что у меня беспроблемно абсолютно пеларгония всходят через 5-7 дней. Но бывает такая ситуация, когда действительно пересушенные вот эти семена, это с одной стороны плюс. Но с другой стороны, мы же нетерпливые. Я же посадила, жду, когда же оно зайдет, а оно не всходит. А оно даже росточкой не показывается. А с учетом того, что если предыдущие семена, мы с вами по поверхности сели, вот эти семена, они заклубляются где-то на 0,5-0,7 максимум сантиметров, мы еще и не видим эту семечку. И поэтому тут вообще очень большая беда. Мы начинаем переживать, а оно там как вообще? Хочется его разрушить, хочется посмотреть, где оно, что с ним происходит. Теоретически это можно делать с зубочисткой. Чуть-чуть приоткрываем грунт и смотрим, а семечка там вообще набухшая или нет. Вот если набухшая, спокойно закрываем дальше грунт и ждем. Если видим, что семечка как была, так и осталась, вот тут надо подумать, а не сменить ли нам производителя. То есть действительно бывает так, что производитель грешит. Вторая сложность, которая возникает с семенами пеларгонии, это то, что из-за того, что плотная оболочка, необходимо ее разрушить, чтобы помочь ростку появиться на свет. Называется такой процесс скарификации. Некоторые производители прям так сложно вот это пишут. Все, это паника у покупателя, он не знает, что это слово означает. На самом деле ничего сложного нет. Процесс скарификации, он очень простой. Высыпали семена на ладошку, взяли пилочку для ногтей и вот так легко и нежно поводили по ладошке. Все. Без сильного нажима, потому что если сильно нажать, можно повредить семечку, тогда вообще все, пропало дело. Можно, конечно, делать на столе, но тогда опять же без сильного нажима, потому что есть возможность, вероятность того, что вы прям от души прокатитесь по ней. Ну или еще один способ. Значит, наждачку кусочек положили, разложили семена и просто опять же рукой чуть-чуть провели, чтобы прокатать вот так вот. Все, вот на этом процесс скарификации закончен. Если вдруг прям опасаетесь своей грубой силы, даже не проводите его. Взойдет все равно, но взойдет не через 5, а через 10 дней. Хотя у меня, еще раз говорю, всходит на седьмой день прям солдатиками. Если вдруг, вот как здесь, семена находятся в обработанном виде, то есть окрашенные, это говорит о том, что они не просто так окрашены, не так, чтобы их было видно, а для того, чтобы, во-первых, показать, что они прошли обработку каким-то препаратом обеззараживающим, а во-вторых, это показывает то, что производитель уже сделал за вас все дело, и он уже скарифицировал эти семена. Все. Мы ничего, окрашенные семена, мы ничего с ними не делаем. Мы просто их раскладываем по грунту или по таблеточкам, заглубляя на 0,5-0,7 сантиметра. Температура, при которой сходят семена пеларгонии, так же, как и у предыдущих, где-то 24 градуса. И здесь мы уже, с учетом того, что у нас семена заглубляются, то есть, в принципе, нет необходимости ставить их сразу под цвет. Их нужно будет поставить под цвет, как только они зашли. Вот петельки показались, все, ставим под цвет. Опять же, если у вас нет такой возможности расставлять по разным углам свои семена, то ничего страшного с данной культурой не произойдет, если вы посевы сразу поставите под лампы. Мне кажется, это только стимулирует еще быстрее их зайти. Потому что есть такие вот семена, например, как катарантусы. Им нужна именно темнота. Поэтому вот их нужно будет убирать обязательно от цвета. Они именно всходят в темноте. А вот как только появились петельки, мы их сразу достаем. Потому что я помню, что у меня бабушка, например, она у меня даже убирала эти вот коробочки с катарантусами под батарею. И главное было не забыть про это. Что там стоят семена, их нужно периодически доставать. А так вот они действительно всходят в темноте. И с этим растением мы разобрались. Теперь у нас колиус. Еще одно растение, которое есть в нашем ассортименте, представлено вот такими вот прекрасными окрасками. Мне кажется, это одно из самых неприхотливых растений. Именно по схожести. Сеется поверхностно, вставится под лампы при температуре 22-24 градуса. То есть все то же самое, как и устома. Только всходят быстрее. И еще один момент, который у нас может возникнуть именно с колиусами. Вот на фотографиях видно, что у них декоративный лист. И соответственно, когда вы сеете семена, и у вас они появляются всходами, вы ждете сразу окрашенных вот этих листочков. Не будет. И не только семидольные. И даже первые, вторые, и даже третьи листы могут быть неокрашенными. За окраску будет отвечать свет, наличие света и качество света. Вот в данном случае, мне кажется, что вот как раз две культуры, которые четко вам дадут понять, насколько важно взять хорошие лампы. Это пеларгония, причем пеларгония с шоколадным листом, и любой колиус, яркий который. Дело в том, что вот этот пигмент, он проявляется только при качественной досветке. При качественном свете. Если вы ставите под какие-то простые лампы, у вас цвет на листиках не проявится. И если он проявится, то проявится очень и очень не скоро. И будет он бледным, страшным. И вы будете смотреть и говорить, зачем я это взял? Зачем оно мне надо? Но как только вы это несчастное бедное растение вынесете на солнечный участок и поставите, вы просто его не узнаете. Он преобразится. Вот у нас на подоконниках стоит довольно страшный колиус, который пережил солнечные здесь яркие лучи. Он стоял на солнце. Он был необыкновенно яркого, вот этого, знаете, оранжево-кораллового цвета. Необыкновенно красивый. Недостаток света. Видно, как проявляется. Если поставить его под лампы, во-первых, количество листьев моментально увеличивается. Во-вторых, сам лист становится крупнее. В-третьих, он становится ярче. Поэтому вот это уже, знаете, такое... Мы можем говорить о том, что рекламу мы делаем, не делаем рекламу. Но когда ты дома видишь сам вот этот результат, ты понимаешь, что да, это того стоит. Поэтому не экономьте. Всходит колиус, еще раз говорю, очень легко. И всходит он в течение двух недель ориентировочно. Развивается на начальном этапе довольно медленно. Знаете, так медленно появляются листочки. И медленно все вот какое-то вот он и вроде как сидит на одном месте. И вот какой-то он такой грустненький. Но не переживайте. Придет момент, когда корневая система у него окрепнет. И когда вот уже все, крышочек такой готовый к тому, чтобы вот так вот все вам распуститься. И он очень быстро, через определенное время, он очень быстро начнет расти. И у вас появится возможность как раз вот это все начеренковать. А вот с черенков получить хорошее крепкое растение у колиуса это вообще элементарно. То есть пожертвуйте, скажем так, возможно, одним растением. Ну не одним, а там вот вы вырастили пять растений, да. И вот три растения просто пожертвуйте ими для того, чтобы как маточники их использовать. Возможно, вы их начеренкуете к началу сезона настолько, что у вас уже от них самих ничего и не останется. Зато у вас появится новых с каждого растения, но не меньше пяти растений. И они у вас будут развиваться намного быстрее. Поэтому вот этот момент нужно тоже для себя решить, что вы хотите. Плюс ко всему прочему, для того, чтобы получить большое количество боковых вот этих стеблей черенков, вам необходимо просто-напросто прищипывать периодически. Вот этот тоже момент не забываем. И тогда у вас действительно будет очень много хороших растений. И еще одно растение, которое мы сегодня будем сеять. Вот, наверное, это одно из самых проблематичных растений. Это примула. И проблема в ней возникает в следующем. Если со всеми предыдущими растениями мы в домашних условиях легко могли их вырастить, потому что температура, при которой всходят семена, была у нас 22-24 градуса. Да, ночную мы слегка понижали, но, как мы уже выяснили, для нас, для самих это было бы полезно. То вот с примулой здесь действительно возникают проблемы. Потому что после посева примула должна находиться при температуре плюс 12-17 градусов. Есть еще один способ, как ее, скажем так, стимульнуть для того, чтобы она у вас быстрее взошла. Так как это очень холодостойкое растение. Поэтому вот как раз примулу можно сажать не в таблетки, а в грунт. И при этом присыпать снегом. Или по снегу раскладывать. Тогда, мало того, что эти семена нужно обязательно хранить в холодильнике перед посевом. Вот когда вы посеете на снег, то тогда у вас получается дополнительная шоковая такая вот стратификация. То есть охлаждение происходит. И семена примулы всходят намного быстрее. Опять же, по ГОСТам, которые придуманы не нами. По ГОСТам примула может сходить до месяца. И это норма. Это для первого класса семян. У нас первый класс. При этом еще одна фишка у этой культуры. Что, опять же, по ГОСТам для первого класса стандартом является, что 60% схожести это норма. Поэтому, если вдруг у вас из 10 семечек взошли 6, ура! Вы сделали все, что от вас зависело. Это не потому, что некачественные семена. Это просто потому, что это такая культура. Это просто нужно учитывать. И ждать, что у вас будет 100%, сразу настраивать себя на это не надо. Потому что иначе вы дождетесь просто разочарования. Лучше рассчитывать на то, что из 10 растений получу 6. Из 10 семечек. А вот если вы получите 8, представляете, какая это радость. Значит, сеем мы примулу точно так же поверхностным. Но, повторяю, что мы ставим ее отдельно при температуре плюс 12, плюс 17 градусов. Всходы у примулы появляются, ну, как правило, в течение 10-14 дней. И если вдруг надо будет подождать, то надо будет подождать. Точно так же это делается в парничок, точно так же проветривание и так далее. То есть вся технология выращивания, вот в данном случае, она одинакова. Единственное, отличается только температурный режим. После того, как примула у вас зашла, вы можете чуть-чуть повысить температуру до 16-18 градусов. А вот через 6-8 недель после того, как вы посеете, как раз у примула начинает формироваться розетка листьев и закладываться бутон. И вот это самый, наверное, такой сложный период, потому что температуру нужно опустить до 6 градусов. И при этом это должен быть свет. Вы знаете, да, возможно, надо вывозить на дачу, на балконы застекленные, на лоджии, которые неотапливаемые, холодные. То есть вот это та самая культура, вот в этом и возникает как раз у многих проблема, как ее вырастить. Потому что если вдруг вы температуру не снизите до этих вот 6-8 градусов, то она будет развиваться. Вы не потеряете растение. Но вот эта розетка листьев, она будет, знаете, похожа на качан капусты. А, соответственно, через этот качан капусты цветоносу просто не пробиться. И у вас в сезон вы высадите растение. Но из-за того, что неправильно сформированные, во-первых, у вас не получится качественного цветения. А во-вторых, вот в этих самых качанах очень легко образоваться различным грибным болезням. И вот это как раз и может спровоцировать потерю растения. Поэтому обязательно снижаем температуру. Придумываем. Экспериментируем. Ищем выходы. Но поверьте, если ее вырастить, она потом будет расти у вас долгое-долгое время. И из-под снега будет выходить действительно потрясающими просто цветками. Мы первый год, когда посеяли ее, вот, наверное, тоже, знаете, как одно дело, вот, как сапожник без сапог, да? Мы знаем эту технологию, но мы на наш русский авось. Где мы возьмем эти 6 градусов? Мы посеим, посмотрим со всеми вместе растениями. Мы получили растения. Все, замечательно. Но это были такие уроды, которые на них страшно было смотреть. Поэтому у нас ни в одном видео, ни одной фотографии не было. Потому что там просто нечего было взять. Зато, когда на следующий год они прошли вот этот долгий, сложный процесс адаптации к температурам и всему прочему, мы получили просто фантастические цветки. Просто. Вот у нас такие фотографии, что мы сами смотрим и сами себе завидуем. Какие мы молодцы. Как нам это удалось. Потому что там действительно необыкновенные окраски. И у нас возникали даже вопросы. Потому что вопрос такого плана, что мы не могли разобраться, что это за растение. Потому что фотографии на упаковках порой не передают тех красок, которые по факту мы получаем. Вот очень часто как раз, да, приходят жалобы, что какие-то цветки, да, у нас не соответствуют в окрасках. Это проблема, во-первых, в цветопередаче именно вот на пакетах, а во-вторых, условия выращивания. Вот очень сильно это видно. Мы, я надеюсь, что в следующем месяце продолжим посевы различных культур цветочных. И когда дойдет дело у нас до ВИО, я покажу вам несколько растений, фотографий, которые и покажу упаковки. И вы поймете, о чем я говорю. Потому что условия выращивания, температура, которая от нас не зависит. То есть это погодные условия именно летнего периода. Количество солнца, количество дождей, ветра, подкормки. Все вот эти, все пункты, если перечислить, то можно увидеть, что несоответствие цвета на упаковке и в реале. В реале они намного красивее. И поэтому, когда вы ожидаете увидеть, например, какой-то бледно-розовенький цветочек, а у вас там насыщенные краски, не пугайтесь, это не пересорт. Это просто условия выращивания, которые вы сделали сами. И это не минус, это плюс. Вы просто имейте в виду. Вы просто проанализируйте, что вы делали. Возможно, вы какие-то подкормки делали, которые как раз повлияли. Возможно, это были какие-то температурные, погодные условия, на которые вы влиять не могли, но вот они привели к такой ситуации. Поэтому об этом мы тоже будем говорить с вами обязательно. Заканчивая примулой, что посев, когда вы вот этот произвели, убираете сразу в холодильник. То есть вот как раз этот посев у вас должен быть отдельным. Вы должны куда-то найти, куда поставить это, если хотите получить качественное растение. Я думаю, что мы с вами побеседовали обо всех культурах, которые вот в декабре мы отправили на посев. В январе мы с вами, я надеюсь, встретимся и продолжим посев, потому что количество растений у нас большое. И помимо того, что мы будем продолжать сеять цветы, мы еще будем сеять обязательно пряные культуры, которые тоже требуют обязательной работы, потому что они и дольше всходят, чем какие-то другие культуры, овощные те же самые. И тоже там есть свои фишки и нюансы, которые нужно учитывать обязательно. Это тоже мы будем с вами проговаривать, потому что тема достаточно сложная и интересная. Но поверьте, опять же, вот мы выращиваем пряные, и видели наверняка в наших видео пряный сад. Ну это красота, это просто отказаться от этого невозможно. Это действительно такая прелесть. Когда еще и в кашпо выращиваешь и заносишь потом домой, и зимой у тебя на подоконнике можно пройти, знаете, так вот ладошкой провести, и у тебя такой аромат лета сразу на кухне. И да есть возможность где-то средств свеженькое что-то положить. Ну, конечно, культуры эти требуют действительно ухода определенного, и они интересны, и мы с вами будем о них разговаривать. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вы имеете в виду розмарин, да? В том числе и розмарин. Розмарин, это будет майоран, базилик это будет, чабер. То есть культуры, которые действительно более такие вот сложные в выращивании. Понятное дело, что мы не о петрушке, не о укропе будем говорить. Хотя там тоже есть свои фишки. Скажите, а вот сейчас речь шла о том, о которой высокорослые. Да. А такие поднижи, которые мы будем больше сажать? Да, да. Они сажаются точно так же, но сажаются чуть-чуть попозже, потому что у них просто период от всходов до цветения чуть-чуть покороче. Опять же, вы можете, чтобы у вас не было, ну, скажем так, чтобы не разделять, уж взялись вот сегодня сеять устому, вы можете спокойно сеять устому и низкорослую тоже. Проблем никаких нет, просто имейте в виду, что она зацветет у вас чуть-чуть пораньше. А если, наоборот, сажать и высокорослые чуть попозже? Опять же, она зацветет просто чуть позже. При декабрьском посеве и устому зацветает к началу сезона. То есть к июню месяц, когда мы высаживаем эту культуру, она у вас уже в бутонах находится. То есть, пожалуйста, вы можете, например, сделать посев в несколько этапов для того, чтобы, ну, скажем так, продлить цветение. То есть у вас декабрьский посев, январский, вот до конца января постараться посеять. Для жителей юга, у кого осень чуть-чуть оттянутая такая, то есть когда у них похолодание, начинаются в октябре, там, даже в ноябре иногда. И можно еще и даже в феврале посеять устому. Но если мы говорим о средней полосе России, то здесь лучше заканчивать концом января. А примулу, если она так сложна для выращивания в домашних условиях, если посеять сразу в землю? Можно. А в каком месте? Смотрите, примулу можно сеять прямым посевом в грунт, либо в ноябре, так же, как морковь мы сеем. Вот уже чуть-чуть подморозило когда, да, и вот тогда, чтобы не получилось так, что вот эти оттепели туда-сюда, вот эти колебания температуры, если в октябре это делать, то колебания температуры, они могут спровоцировать раннее пробуждение семечки, и, соответственно, тогда мы можем просто-напросто не дождаться, то есть росток погибнет. Либо сеем в ноябре, можно даже в декабре приехать посеять, выделить себе какой-то участок. Либо второй вариант, это можно посеять чуть ли не по снегу в марте. Знаете, какой-то фабрикет подойдет для Эрустон? Универсальный или конкретно как для Рос? Нет, вот как раз хотела сказать, да, смотрите, по почвобрикетам, когда мы выбираем, если даже это не почвобрикет, а какие-то грунты, старайтесь брать универсальный, нейтральный просто. Почему? Потому что во всех остальных, которые там для петунии, для бегони, для всего прочего, они уже напитаны определенными удобрениями. Для всходов это не нужно. Здесь нужно вот как можно более такую нейтральную среду. Мы смотрели просто вот для петунии, кто-то хотел попробовать именно петунии, посеять в грунт для петунии. Там есть с одной стороны плюс, с другой стороны для посевов минус. Там есть гидрогель. Вот он для посевов не нужен. Он нужен будет именно для растений, когда вы будете высаживать его в кашпо, потому что за счет гидрогеля у вас будет излишек воды уходить и в то же время будет отдаваться. Принцип в общем-то такой же, как у верминкулита и у перлита. Но все-таки вот с именно гидрогелем там есть определенная такая сложность. То есть можно перелить, и там этот гидрогель, он будет долго очень, да, он увеличивается, но очень долго будет тогда вот эту отдавать влагу, и не всегда это хорошо. Универсальный. Для посевов, для семян, универсальный там, как они, дружный всходы, вот что-нибудь такое самое простое. Либо вообще там есть просто торф, который есть. Нейтральный, главное, чтобы был не кислый. Вот главное, чтобы был не кислый. Смотрите, еще один нюанс, который забыла сказать. Если вы сажаете не в таблетки, а вот именно в грунт, то обязательно учитывайте высоту лотков. Лотки берите не более 5 сантиметров, чтобы у вас не было замокания вот этого грунта. Второе, обязательно в лоточках делайте отверстия, чтобы излишки воды уходили. Еще один момент, это не насыпайте в склянь. Оставляйте где-то сантиметр от верхом. И раскладывая семена, учитывайте размер. Если эустому, предположим, или какие-то мелкие семена, мы можем разложить на расстоянии 1 сантиметр друг от друга, то более крупные семена, такие как пеларгония, мы уже раскладываем на расстоянии 1,5-2 сантиметра. И у пеларгонии можно даже допустить, чтобы высота лотка была где-то 6 сантиметров. То есть это чисто вот такие нюансы, которые зависят именно от размера семечки. Солнце. Солнце, но смотрите, мы уже проверили 2-3 года, наверное. Сидит на солнечном участке. Развивается растение просто потрясающе. Но при этом, как только начинается похолодание, как только солнце становится меньше, то есть с августа месяца, цветки становятся ярче и меньше повреждаются солнечными лучами. То есть у эустомы лепестки, они очень нежные. И с одной стороны им нужен свет, но с другой стороны на активном солнце, а у нас вот последние годы, сами прекрасно понимаете, что даже здесь в московском регионе солнце настолько активное, что я никогда не сгорала. Но умудряюсь здесь сгорать, прямо вот до ожогов. И вот что уж говорить о растениях, да, с более чувствительными вот этими вот лепестками с чувствительными. Соответственно, на них появляются небольшие такие вот как ожоги по лепесткам. Но как только приходит температура чуть ниже становится, как только солнце становится меньше, это все уходит. И вот цветение второй половины лета у эустомы, оно более насыщенное. Либо второй вариант, выделяйте ей какую-то площадку, которую есть возможность накрыть сеткой притеняющей. Я, конечно, понимаю, что это будет уже не так красиво, но мы тогда, по крайней мере, эту сетку можно на самые активные, то есть на вот июнь-июль делать какое-то такое вот, а потом ее убирать, и то есть у вас вот вся грядка будет в красоте. Ну, при самом лучшем варианте, как мы в этом году сделали, мы вообще в теплицу посадили. Шикарный вариант. Ну, я прекрасно понимаю, да, когда у вас 6 суток, и нет лишней теплицы для того, чтобы высадить туда эустому, то, конечно, как вариант, можно сажать в кашпо и, да, и ставить вот там, а потом просто-напросто при благоприятной погоде, я, конечно, понимаю, опять же, да, носиться с этими кашпо целое лето, но зато это красиво. Это того стоит. А есть ли многолетние? Эустомы? Вообще, вот культура эустомы, это многолетняя. Эустома, многолетняя культура в южных регионах. Даже не нашей страны, а вот именно вот Африка, назовем так, да, вот где-то там. У нас она в открытом грунте выступает как однолетник. Если хотите, чтобы она была многолетником, сажаем в кашпо. И потом просто-напросто на зиму заносим кашпо домой, делаем, срезаем цветоносы, подкармливаем, прохлада, дополнительный свет, влажность. Все, поддерживаем ее в комфортных для нее условиях. И все, потом весной снова ее, в конце весны, снова ее выносим на улицу. Обязательно следите за эустомой. У нее есть склонность, назовем это ее. Ей можно простить все, но есть у нее такое. Она очень часто повреждается трипсами. Это бич. Да, это бич. Поэтому трипс это, знаете, такое мелкое, мерзкое насекомое, которое только под микроскопом видно или при очень хорошем зрении. Вот маленькие такие вот, как палочки, которые двигаются по лепесткам, и они высасывают соки. Они высасывают и из листьев, и из лепестков, повреждают растение. И, соответственно, декоративность растения очень сильно снижается. Опасный достаточно вредитель в плане того, что он может... Эустома здесь вы только декоративность потеряете. А если он перекинется у вас еще и на какие-то овощные культуры, там все очень грустно может закончиться. Вы знаете, наверное, один из самых таких действенных – это Актора. Это, я имею в виду, из препаратов, которые разрешены для ЛПХ. Можно даже делать такие, знаете, как профилактические обработки. То есть, ну, после... Конечно, не после всходов, потому что такое достаточно сильное. Но перед высадкой в грунт обработку делаем и где-то через месяц. На лепестках никак не отражается, на декоративности. Поэтому боятся, что если мы попадаем на сами лепестки, тоже не стоит. Но вот эти обработки, ну, хотя бы раз в месяц желательно делать. Ну что, друзья, наша лекция подошла сегодня к концу. Я была очень рада видеть всех, кто присутствовал оффлайн на нашей лекции. И если вы смотрели нас именно онлайн, тоже было очень приятно. Всегда рады видеть вас на наших лекциях, которые сейчас у нас будут как можно чаще происходить. И мы всегда будем рады вас видеть на них. И, конечно же, я надеюсь, что материал, который я сегодня вам давала, был для вас полезен. Постараемся и дальше вас просвещать. И, конечно же, будем ждать вопросов, на которые с удовольствием будем отвечать.